Всем привет дорогие друзья! Сорян, что меня так долго не было с вами. И сегодня подвернулся хороший повод для того, чтобы мне все-таки вернуться на вещательные просторы. Наверное, стоит немножко оправдаться, почему у меня столько времени не было, где я был, черт возьми. Ну, на самом деле все очень банально, я просто переезжал. И вы знаете, когда у тебя есть собственная студия, и ты вообще лентяй по своей природе, не любишь работать руками, собирать ее, это крайне долгое и мучительное дело. Поэтому буду вот так вот сегодня в цветах, весь цветущий, похудевший слегка, надеюсь, заметили за последнее время. Хотя, наверное, было бы лучше, если бы вы сами об этом написали. Ну да ладно, поводом для моего сегодняшнего возвращения является то, что грядут важные перемены в проекте, в котором участвуем мы вместе с вами. И этот проект, как вы знаете, называется EXO. Собственно, наверное, последнее видео из Куалумпура, последнее видео на канале было посвящено проекту EXO. Он платит все как бы круто, но есть одна не очень крутая вещь. Это очень маленькая доходность. Мы, когда были в Малайзии, неоднократно встречались с админом проекта EXO в Куалумпуре, и он обещал нам, что доходность будет не меньше 5% и что она наступит в течение нескольких недель после того, как мы вернемся. Ну, мы уже прождали больше двух месяцев. И доходность, к сожалению, на самом минимальном уровне. Ну да, вот так получилось. То есть мы не заработали здесь каких-то сверхприбылей, но самое главное, мы все-таки заработали. Это прям вот очень важно. То есть не то, что не потеряли, да, там мы заработали. И это порой даже важнее, наверное, всего. То есть лучше какими-то маленькими шашками, но все правильно делать. То есть на моей памяти, учитывая динамику развития EXO, ну по крайней мере в рамках СНГ, я не могу сказать, не могу припомнить настолько там порядочных админов, которые в итоге выплатили. У нас по факту многие люди, ну просто видя, что процент настолько маленький, они просто повыходили из проекта, подоставали свои депозиты. И я их абсолютно понимаю прекрасно, потому что я и сам действовал похожим методом. Я как человек, который качает, строит сети, как сетевик, как блогер, тоже не поддерживал этот проект информационно. Вы могли это заметить, никаких постов даже в телеграме не было посвящено EXO. Ну потому что все-таки мой доход именно со структуры, он также зависел напрямую от процента, который платит проект EXO. То есть доход от дохода партнеров. Естественно, он, на мой взгляд, тоже серьезно недооценен по сравнению с другими проектами. Но что маемо, то маемо, как говорят в Украине, на Украине, в Украине, на в Украине. Поэтому для меня хорошей новостью является то, что 28 числа было официальное открытие, второе официальное открытие проекта EXO в Сингапуре. И там было объявлено, ну пока что так, не очень официально, но в кулуарах о том, что проект EXO готовится объединиться вместе с проектом TORQ. Но это не совсем кошелек, это не из рубрики криптокошельки, это уже проект из рубрики криптотрейдинг. То есть у них тоже есть своего рода робот, который там классно торгует. И по факту у них он торгует лучше, чем робот EXO. И на фоне всего этого было принято решение о том, что проект EXO и проект TORQ будут, не знаю как правильно произносить еще, они будут сливаться в один проект. И скорее всего EXO дальше будет работать под знаменем проекта TORQ. Но сейчас сходят разные слухи, что будет наоборот. Но знаете, для меня, по-моему, является очевидным то, что все-таки проект, где платится меньше, будет вливаться в тот проект, где платится больше. Потому что в TORQ заявленная доходность, минимальная доходность 4,5% в месяц, максимальная 13,5% в месяц. При том, что в EXO это 3% минимальная доходность, и мы по факту ее имеем. В TORQ за первый месяц проект работает чуть больше одного месяца, то есть он моложе, свежее, чем EXO. В TORQ здесь доходность у нас за прошлый месяц была 8%, что в 2,5 раза выше, чем доходность в EXO. И ввиду вот этого, знаете, неопределенности, есть все-таки определенная туманность, которая затаила под собой некоторый вариант определенности. Что же делать? Что же делать в конце концов? То есть Дэнни, естественно, как ему и положено, говорит, что следует подождать, пока это все произойдет официально. Пока будет официально произведен, я не знаю, что они будут делать, перенос структуры, как-то объединение вкладов. И мы уже связывались с ним лично, он сказал, что это произойдет где-то в течение, где-то через 2 месяца. Я со стороны своего опыта, со своей колокольни, я, конечно, с колокольни не буду, не плевать, не делать еще чего-нибудь со своей стороны, но я буду лишь наблюдать. И со стороны наблюдения, с моей колокольни, я могу сказать, что участникам проекта EXO не стоит продолжать просто ждать вот этого перехода. По нескольким причинам. Ну, первая причина, это самая, по-моему, та, которая лежит на поверхности. Это то, что, в принципе, в торку сейчас доходность 2,5 раза выше. И оставаясь в EXO, вы просто недозаработаете своих денег. То есть просто выгоднее сейчас достать свои деньги из EXO и переложить их в торку, заново зарегистрироваться, не дожидаясь какого-то официального переноса. Вторая причина, она уже менее очевидна для всех наверняка. И, конечно, это не может быть фактом, но, скорее всего, чаще всего, когда происходят подобные вещи, когда объединяются две совершенно разные системы, все эти переносы, они, как правило, не проходят гладким образом. И поэтому я бы рекомендовал вам, то есть это лишь рекомендация, вы уже делаете, как хотите, не дожидаться каких-то там официальных переносов. И когда сейчас спокойно дают вывести депозит из EXO, таким же образом спокойно его вывести, получить, а дальше уже с этими деньгами, что хотите, то и делайте. То есть можете просто их держать у себя под подушкой, а можете их завести в проект торку, где хорошая доходность. Третья причина, по которой это нужно сделать, ну это, наверное, для тех людей, кто строит сеть. Я изучил подробным образом маркетинг проекта торку, и он, на мой взгляд, намного более выгоден для тех людей, которые строят здесь сеть. То есть для таких людей, как я, ну или многие из вас, которые уже этим зарабатывают или хотят этим заработать. Дело в том, что в проекте EXO был идентичен маркетинг, есть, не был, не будем говорить в прошлом времени, идентичен маркетинг проекту Cloud Token, где есть все-таки свои недочеты. А недочеты заключаются в том, что основная доходность идет с первого и второго аккаунтов, то есть доход от дохода партнеров, где матчинг бонус, и в EXO этот процент составляет 100% с первой линии, 50% со второй линии. И это не совсем правильно, потому что все последующие линии всего лишь по 5%, и многие инвестора с целью увеличить совсем маленький и скудный процент просто делают мультиаккаунты, и тем самым наказывают своего человека, своего спонсора, который их сюда пригласил. Это влечет за собой цепочку негативных процессов, которые как раз таки и отнимают вообще мотивационную составляющую у участника, который строит сеть, вообще что-то делать дальше. Собственно, как это произошло и со мной, и, соответственно, привлечь порядка миллиона долларов в проект и по итогу зарабатывать меньше 10 тысяч долларов в месяц, ну как-то на самом деле не очень интересно, это того не стоит. Вот, когда здесь же вторку этот момент доработали, и здесь уже нет такой необходимости у участников делать какие-то мультиаккаунты для того, чтобы получать повышенную доходность. Здесь процент и так неплохой, можно, конечно, сделать еще один аккаунт, но как бы двукратного прироста к процентам вам это не даст. То есть первый уровень доходности здесь составляет 33%, и маркетинг здесь следующий, давайте мы его рассмотрим. То есть пассивный доход это от 0.15 до 0.45% в месяц, это чисто пассивный доход в проекте. Активный доход в проекте, он уже состоит из 7 уровней в глубину, из матчинг-бонуса, точно такой же матчинг-бонус, как был в EXO, то есть доход от доходов партнеров. И он здесь идет на 7 уровней, и где-то у нас здесь был скриншотик, а вот скриншотик пропал, нет скриншотика. В общем, расскажу так, что первый уровень идет 33%, второй и третий уровень по 16%, и так далее, по-моему, до 7 уровня окажется там 6%. Я могу немного ошибаться, я сейчас подправлю информацию у себя в инструкции, кстати, инструкцию, вот эту вот текстовую инструкцию подробную, вы можете найти ссылочку на нее в описании. И, в общем, 7 уровней в глубину, против 21 уровня в том же проекте EXO. Вы скажете, где же здесь лучше, здесь на самом деле хуже. На самом деле здесь лучше, да, первый и второй уровень, он все-таки здесь ниже, чем в проекте EXO. И здесь всего лишь 7 уровней, но третий уровень и последующие, они гораздо выше, чем в EXO. И это важная составляющая для тех, кто строит сеть, ведь она расширяется, чем ниже уровень, тем больше сетка, и тем важнее, чтобы там был более высокий процент. Но самое интересное здесь начинается с лидерских статусов. Здесь их несколько, есть такое понятие, как статус маркет лидер, регионал лидер и глобал лидер. Ну, а давайте с маркет лидера. То есть здесь точно так же, как и в EXO, для того, чтобы открывать уровни в глубину, вам нужно поставить соответствующее количество рефералов в первую линию. То есть одного человека пригласили, один уровень открыт, два человека пригласили, два уровня открыто. И так вплоть до 7 людей. 7 личников со вкладами больше одного эфира. Здесь именно не к долларам привязка идет, а к эфирам. То есть для того, чтобы была активирована партнерская программа, у вас должен быть один эфириум на балансе. И у ваших партнеров тоже, чтобы они за счет вам пошли, тоже один эфириум на балансе, как минимум, для того, чтобы они вам зачитались в квалификацию. И, соответственно, чтобы они тоже могли получать партнерские вознаграждения. Можно, конечно, не только в эфирах вкладывать. Можно вкладывать и в лайткоинах, и в биткоинах, и в USD токенах. Но очень важно, чтобы стоимость их, этих других криптовалют по CoinMarketCap была не менее, чем на данный момент стоимость одного эфира. То есть вот как бы вот так они придумали. Соответственно, если вы 7 человек приглашаете, у вас открыто 7 уровней. И тут самое интересное. Как только вы приглашаете 7 человек, и они в свою очередь тоже приглашают каждый по 7 человек личников, тоже со вкладами не меньше одного эфира, вы получаете статус Market Leader. И вот здесь уже самый сок таится. Потому что здесь уже, начиная с 8 уровня, то есть после 7 уровня, с 8 включительно, и дальше до бесконечности, 16, 16, ребята, процентов матчинг-бонусов. В то время как в EXO это 5%, начиная с 3 уровня и дальше. А здесь 3 уровень 16%, по-моему 4 кажется 12, и 5 там что-то около того, то ли 8, и 6, 7 по 6. Это уже выше, чем в EXO. А уже начиная с 8 и дальше идет по 16%. Более интересная ситуация происходит, когда человек закрывает статус регионального лидера. Там уже добавляется к этим 16% еще 8. Итого получается, что с 8 по бесконечный уровень идет уже 24% матчинг-бонусов. Ну и самый большой, соответственно, у Global Leader, у этого статуса, у человека с таким статусом, там уже не 24%, а 32%, начиная с 8 уровня и до бесконечности. Более того, в данном проекте, в отличие от проекта EXO, где все-таки страдала маркетинговая часть, в плане, не страдала в плане приглашения лидеров. EXO в этом плане они молодцы, они проводили там всякие мероприятия по всему миру, они встречались с лидерами. Дэнни Панк вообще красавчик, в этом плане он классный сетивик. Но в плане подачи информации здесь был некоторый информационный голод. То есть есть какой-то робот Дэва Плюс, но почему-то никто ни разу даже не показал, как он работает. Никто ни разу не показал, где работают криптоактивы пользователей. То есть кому-то это все-таки может быть важным, понимаете. Для меня, например, не важно, но для инвестора важно, куда он вложил свои деньги, ну хотя бы там получить какую-то иллюзию того, что это все работает. Ну для меня, например, важным в первую очередь является то, чтобы все платилось как по часам, чтобы вывод работал. И слава богу, в EXO вывод работает. В случае с проектом TORQ, здесь есть очень много публичных лиц, около 12 человек. Но два из них основные, ключевые, на мой взгляд. Это Бернард Онг и Эспи Тинг. Не знаю, может правильно, неправильно, черт их разберите, имена этих азиатов. В общем, это два основных человека. И ссылки на их LinkedIn вы можете посмотреть. То есть их послужной список. Они были там на управляющих должностях в разных компаниях, которые связаны с финансами. В общем, товарищи достаточно известные в финансовых кругах. И они здесь, собственно, являются собственниками проекта TORQ. Тоже это очень важно, что публичное руководство. Тема свежая, свежее, чем EXO. И у нее действительно международное развитие. Это круто. И плюс они еще, помимо того, что там занимаются различными торговыми операциями, у них во Вьетнаме есть вроде бы как две крупные майнинг-фермы. Поэтому, чтобы убедиться лично, и лично это все увидеть, и, естественно, показать вам, ваш покорный слуга, скорее всего, где-то после 10 декабря отправится во Вьетнам, для того, чтобы вам это все дело показать. То есть самому убедиться, посмотреть. Хотя туда уже летали ребята, уже есть сообщение о том, что там действительно все это существует, все это есть. Но, конечно же, интереснее будет посмотреть на это все, взглянуть своими глазами, встретиться с администрацией данного проекта, ну и позадавать им каверзные вопросы. Мне кажется, лишним этого не будет. Личное знакомство с целью дальнейших каких-то более быстрых решений вопросов нашей команды Digital Nation. То есть это нужно сделать. Я думаю, что мы в ближайшее время туда полетим и сделаем это. Что бы я вам советовал? Конечно, вы можете на свое усмотрение сейчас принимать решение. Вы можете просто остаться в Exxon. Но я знаю, что большая часть из вас уже просто повыводили депозиты. Я же вижу по своей структуре. Вы уже все это сделали и так. Но те из вас, кто не сделал этого, вы, конечно, можете остаться в Exxon. Но я бы на вашем месте этого не делал. Я бы все-таки вывел бы депозит. И если вы сомневаетесь в торгу, с учетом нынешнего движения, лучше тогда просто вывести деньги из Exxon и нигде туда не участвовать. Потому что, знаете, есть момент, что объединение двух контор и одна явно платит больше, куда пойдут люди. И в одной из них явно лучше маркетинг для сетевиков, что они будут качать. То есть это тоже важно понимать. И, естественно, в такой ситуации Exxon для меня прям обрастает серьезным риском. Но вы можете принимать решение самостоятельно. Опять же, у вас своя голова на плечах. И делайте, собственно, как вам подсказывает сердце и разум. Вот. Я бы на вашем месте вывел бы деньги из Exxon и завел бы их в торгу. На мой взгляд, достаточно перспективная тема. Интересно будет в ней поработать. Вот. Вот таким вот образом. Что же мне еще вам рассказать? Расскажу немножко, наверное, пару планов на будущее. Сейчас в ближайшее время я прочитал одну книжку. Я думаю, все о ней слышали. Это книжка «Финансовый бестселлер». Многие из вас наверняка ее читали. Я, признаюсь, честно, не читал ее ни разу. Но вот сейчас прочитал. И называется она «Богатый папа, бедный папа» Роберта Киосаки. Я сейчас... Она книжка достаточно старая. Она описывает правила игры в финансовом мире и выживание. Как стать богатым человеком в современном мире. То есть, точнее, в мире 90-х годов. Книга вышла в начале 90-х. Но многие советы оттуда и по нынешний день работают. Поэтому в ближайшем видео или двух я запишу свою интерпретацию того, что... Выжимку того, что эта книга в себе несет. Какие самые полезные и ценные советы. Поэтому, чтобы не пропустить это видео, обязательно подписывайтесь на мой канал. А если вам, как и мне, нравится то, что Дэнни Панк ведет себя как админ человечащая с большой буквы. Честно платит людям и дает им выводить деньги. Несмотря на то, что динамика у проекта просто идет под наклонную. И ищет все-таки пути для того, чтобы люди могли зарабатывать хорошие деньги. Вот. Дэнни Панку спасибо. За хорошие новости, за хорошую возможность. Надеюсь, вторку мы заработаем. Ну а я, как всегда, желаю вам жирного профита. Ссылочка для регистрации, вторку в описании. После этого связывайтесь со мной лично. Я дам вам ссылочку на портал, где вы можете получить обучение по построению сети. Все. Вот на этом, кажется, уже точно все. Всем пока. Рад был вернуться к вам. Надеюсь, и вы тоже. Лайки не забудьте ставить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова